Прямо осмотрения от наших гипермаркетов. Надеюсь, что больше такого не пытается, будем стараться смотреть в тщательность. Мы находимся в гипермаркете Окей, проспект Ленина, дом 113. Нам только что продали просрочки на 3937 рублей. Вот всё просрочено. Нам продали просроченный Ленор. Изготовлено 4 сентября 2016 года. Срок годности 12 месяцев. Столичные штучки шоколадной конфеты. Годен до 22 сентября. Вот у нас 5 штук конфет. Далее. Апельсин цуката. 21 декабря дата изготовления. Срок годности 9 месяцев. Сегодня 24 сентября. Далее. Перри. Перри капсула. Изготовлена 2 февраля 2016 года. Срок годности 18 месяцев. Так, ещё пару йогуртов. Годен до 23 сентября. Если вычесть свежий товар, то получается более 3,5 тысяч рублей просрочки. Сейчас мы просроченный товар переложим и заберём. Мы утилизируем за магазин. По магазину предоставим пустые бутылочки. Ленор мы перелили в пустую бутылку от цветового источника. То есть, очень стал совсем не цветой. Да. Содержимое этой бутылки перелилось туда. Пустые коробочки мы вернём в магазину. А содержимое заберём себе. Напоминаю, всё содержимое вот этих упаковок мы утилизируем вместо магазина. А в магазину вернём пустые коробочки, бутылочки. И потребуем вернуть деньги за продажу просроченного товара. Конфетки до 22 числа. За 2 дня я не думаю, что ничего случилось. А вот и проверим. Да, проверим, в директоре. И пусть она всё это съест. И закидаем яйца. Из предыдущих магазинов. На нас всё смотрят. Чего мы тут делаем? Они запреты что ли? Security. Выше Security ходят. На нас подавшицы смотрят. Мы конфеты достаем. В магазине «Карусель» гораздо больше народа, чем в «Окей». Там такие очереди, что человек по 10 на каждой кассе. А здесь народа мало. Так, что у нас осталось? Теперь у нас пустые коробочки. Всё, что мы вынули за эти коробочки, мы несем к себе. Ставь лайк под видео и оставляй свой крутой коммент. Если он не соберёт ни одного лайка на момент монтажа следующего видео, ты получишь 50 рублей на счёт телефона. Победитель в конкурсе только один. Динамо-директор, можем? По поводу продажи, просрочки нам. А что с каким-нибудь товаром? Можно узнать? Вот в чеке. Там на 30... Какой товар? Конфеты, йогурт, пейри, цукаты, кондиционер. Вам надо не директора, вам надо руководить из этого отдела. Если у вас по качеству товара, то есть конфеты у вас получают, у вас без товара стоит? Практически весь, кроме горошка и салата. Можешь мне хотя бы какой-нибудь товар? Берите. Йогурт. Здесь были цукаты. Здесь есть конфеты. Сегодня 24, там 23. А, 23. Он даже вздулся, его прям вообще опасно даже открыть. Бомбанил. Кто нам будет возвращать деньги? Кто будет пришел. Мы кого-то ждем, да? Мы, наверное, хотим получить извинения от магазина, и возврат денежных средств. Просто возврат денег. А еще что-то можно? Сейчас здесь этот директор подает, подожди. Если вы нам подарите еще и свежий, мы будем не тратить. Деньги свежие? Мы получим финансовое размещение, и подается товар в подарок. Деньги свежие. Деньги свежие. Деньги свежие. Деньги свежие. Деньги свежие. Товар в подарок. Слушаюсь, добрый вечер. Добрый вечер. Нам подали большое количество продуктов практически на 4,10. Что? Какой именно товар можно? Я чеку смотрю. Вот собственно часть товара у вас тут. Пожалуйста, чек. Кроме салата и горошка. То есть весь товар просроченный, да? Да. Это даже на месяц просроченный. Да. Батулочка пустая вы использовали уже? Да. И это все использовали? Да. Утилизировали за вас. После покупки. Ну мы утилизируем сами, в принципе. Ну вы можете остатки утилизировать. Вы хотите возврат денег? Я правильно вас использую? Да. Да. И можете нам подарок сделать. Подарок можно? А с другой стороны. Нет, я просто вижу, я просто смотрю, что все пусто. Да. А как я могу быть уверена, что вы это утилизировали, а не употребили? Мы могли употребить, да. Могли. Вот я про это и спрашиваю. Вот это мы не успели употребить. Хорошо, что не успели. Я надеюсь, что остального тоже не употребили. Ну-у-у. А это, кстати, даже не употребили. Но ферма просроченная. Вычесть свежий товар на пакет свежий. Пакет свежий. Шесть, вот так, да? Ёгурцы. Пожар? Да, да. И вот здесь есть коробочка. Вот в чеке остается три позиции. Там я понимаю, пакет, салат, горшочки, зеленый горюшок. Оставляешь вторая, третья, десятая позиция, остальное все обращаешь. От нас, на лично проносим вам извинения. От нас, от нашего магазина. Сотрудников у нас не очень много, к сожалению. Магазин и ассортимент большой. Поэтому мы не успеваем, да, мы признаем их. Мы же действительно хотят. Пусть мы не усмотрим. В качестве компенсации, что мы можем вам предложить? Комимо возврата, мы можем предложить коробочку конфет, бутылочек шампанского. Тебе надо шампанского? Я не пью. Две коробочки конфет? Можно две коробочки конфет. Да, две коробочки конфет. Потому что мы алкоголем. Хорошо. Сейчас приглашу сотрудничка. Придесят нам коробочки. Минуточку. Так, с вами пройдемся на 28 класс. Хорошо. Выходите, пожалуйста. Вернулись в 2834 рубля. Еще раз приносим ограждения от наших ферма. Мы будем, чтобы уж такого не пытались. Мы стараемся отречить. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Свежая конфетка. Да, был пирог. Отлично. Спасибо тебе, гипермаркетники. Подарили две коробки конфет. Коркунов. Ассорти. И принесли извинения. А ты подписывайся на канал Просрочка Патруль Нижний Новгород. Ставь лайк под видео. Оставляй комментарий. И вступай в группу Просрочка Патруль Нижний Новгород ВКонтакте. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok